Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня мы окунемся в мир кино, встретимся с любимыми актерами, узнаем о премьерах 2024 года, услышим советы и подслушаем секреты. Оставайтесь с нами, будет интересно. И с вами ведущая Ларионова Ирина. Наши любимые актеры сегодня рассказали нам, какой их любимый сериал, какой любимый фильм, какую книгу стоит почитать в ближайшее время и что нас ждет в будущем, какие премьеры. Понятно. Теперь запомни, ты теперь пацан, ты теперь с улицей, а кругом враги. В Москве состоялась презентация нового сезона от видеосервиса ВИНГ. Каждый шестой россиянин уже успел посмотреть сериал «Слово пацана». Именно поэтому я решила примерить на себя образ главного героя. Вот и сама презентация нового сезона. Анна Пересильд исполнила песню «Сюда и ночь», а Федор Бондарчук представил тизер к новому сериалу. И, конечно же, нам вывели список топ-10 сериалов по просмотрам за 2023 год. В топ-3 вошли «Слово пацана», «Фишер» и «Плакса». Ну, будем смотреть все, что будет выходить, поскольку я фанатка российского кино, всегда я и была. Меня радует то, что вообще происходит в последнее время, особенно, наверное, в сериалах, если говорить. За этим все интереснее и интереснее наблюдать. Поэтому будем смотреть все, ждем, ну, мне, конечно, после «Слова пацана» мы ждем новые лица, потому что это оказывается чрезвычайно интересно. Те, кто собирается в театральный поступать, посмотрите «Актрисы», а те, кто вообще хочет задуматься, посмотрите «Слово пацана». «Слово пацанат вот на асфальте» — это, наверное, как раз и такой проект, который для нас является, ну, таким самым огромным, белым, красивым, пушистым таким лебедем. «И снова седая ночь, и только ей доверяю я, знаешь, седая ночь, ты все мои тайны». Просто для меня огромное открытие стал, конечно, Сергей Брунов. А как он совсем по-другому, как мы его совсем по-другому, каким другим мы его увидели в сериале «Слова пацана», для меня это открытие большое. Наверное, самое большое открытие года. Важна работа каждого из группы, из команды. Вот и все. Если вы работаете и в любви работаете, то чаще всего получается хорошо. Я редко смотрю сериалы, потому что иногда на них не хватает времени, к сожалению, хотя хотелось бы, но пытаемся. Я стараюсь. А как артисты относятся к критике? Воспринимают ли они всерьез? И какую роль в жизни актера играет его герой, его личность? Как она меняет в жизни судьбу самого актера? Чему вас учат ваши герои? Ну, каждый своему как-то чему-то учит, каждый по-своему. Мне кажется, что, как и всех нас, меняет не только, ну, как бы, вот меня меняет не только, может поменять. Не только та роль, которую я играю, но и кино, которое я смотрю, книга, которую я читаю, музыка, которую я слушаю, картины, которые я вижу. Так что это такой процесс постоянный. А чему именно? Это уже секрет для всех. Это происходит всегда по-разному. Пять фильмов, которые вы порекомендуете нам, нашим телезрителям? Ой, хорошее кино пускай смотрят. Смотрите то, что нравится. А сейчас мы узнаем, какой же сериал занял первую строчку по просмотрам. Я думаю, что наши топовые сериалы и топовые фильмы, которые здесь представлены, они сто процентов могли бы украсить топы любой международной платформы, которая на сегодняшний день существует. Мне понравился сериал «Плейлист волонтера». Очень хорошее впечатление. Просто сильный проект какой-то, глубокий, человеческий такой, про психологию вообще всех нас, всех людей. Казалось бы, ну что там, какие-то поиски людей, волонтерство, что-то, какое-то такое благородство, ну, как бы, понятно, да. Но нет, на самом деле это что-то меня прям очень меняет, это запало. Наверное, просто потому, что мы были честны и, в первую очередь, с самими собой, как бы, наши персонажи честные. Мы как-то с ними очень хорошо, наверное, сплотились. Кино, которое произвело на вас впечатление? Я обычно очень с опозданием все смотрю. Вот я недавно посмотрел «Триггеры» два сезона, и было замечательно. Это одно из лучших, что было, в принципе, снято у нас на российском поприще. Спасибо. Скажите, а в чем состоит успех картины, на ваш взгляд? История. Самая главная история. Это я как сценарист уже говорю. Самая главная история. Не будет хорошей истории, не будет хорошей картины. На самом деле я очень много читаю. Вот, и недавно я посмотрела новый интересный фильм «Мастера Маргарита». Вот, он меня, конечно, потряс, потому что мне безумно понравилось. Я считаю, что все должны его посмотреть, так как книжку я пока не читала в силу моего возраста. Но вот после этого фильма мне захотелось пересмотреть, перечитать, поэтому я вообще в шоке. Смотрите «Мастера Маргарита». Это очень классно. Раз вы говорите, что вы много читаете, тогда скажите, какая ваша любимая книга? Хотя бы пять самых любимых книг. Что вам интересно? На самом деле мне интересно все, начиная с психологии, заканчивая просто стихами. Я могу выделить Ахматову, безумно люблю. Но вот как любимых книг или любимых произведений у меня нет. Потому что мне, знаете, как мне нравится у каждого свое. Потому что, мне кажется, нету самого крутого или самого интересного автора. Есть у авторов самые интересные произведения или стихи, поэтому не могу выделить. Могу выделить Ахматову. Скажите, что вы посоветуете молодежи смотреть сегодня? Какое кино? Наполненное. Я советую смотреть наполненное кино. Наполненное чувством, интеллектом, какой-то своей мудростью. Либо не наполненное. Смотрите то, что хотите. Наши юные телезрители, многие мечтают стать актерами. И сегодня мы услышим советы от опытных мастеров. Как же записать видеовизитку и что нужно сделать, чтобы понравиться режиссеру? Как себя вести начинающему, будущему актеру, который еще не снимался в кино? Актеру, прежде всего, нужно быть собой. Но это такая фраза, знаете, которая «на, надо быть собой, все понятно». Если вас чему-то научили, дорогие артисты, то, пожалуйста, покажите эти навыки режиссеру, что вы этим умеете владеть. Но при этом вы не теряете своего позвоночника, то, что называется харизма. Вы можете быть злой, вы можете быть недоверчивой, вы можете быть обольстительной. Но это именно вы. Это не кто-то, а именно вы. Скажите, а как вы относитесь к кинокритике? Вы слушаете ее? Вам это важно? Мне интересно читать умную кинокритику, когда она разбирает, когда она дает сравнение, когда она дает возможность размышлять. А когда она просто говорит «О, это так круто!» или «О, мне это неинтересно». Спасибо большое. О чем вы мечтаете? Какие вы фильмы ждете еще впереди? Я очень хотела бы исторических фильмов. Смотрите передачу «До 17 и старше». Будет интересно. Ну что ж, надеюсь, вам понравилась наша сегодняшняя встреча. Пишите комментарии, кто ваши любимые актеры, какие ваши любимые фильмы. А с вами была я, Марионова Ирина. Всем привет! С вами передача «До 17 и старше». А сегодня мы побываем за кулисами цирка. Не переключайтесь, будет интересно. И увидим такое, чего вы никогда не видели. Смотрите передачу «До 17 и старше». Будет интересно. Самую большую популярность братья Запашные заслужили как выдающиеся дрессировщики хищников, львов и тигров. С гастролями они объездили весь бывший Советский Союз. Побывали в Японии, Монголии, Венгрии и Китае. В каком возрасте вы первый раз зашли в клетку к тигру? Ты знаешь что? Я не помню. На самом деле мы с братом начали вспоминать, когда нам однажды журналисты задали подобный вопрос. И в связи с тем, что в цирке мы находимся с возраста, когда еще были абсолютно несознательны, то есть когда не помним своего прошлого, мы вспомнили одну ситуацию, когда в 11 лет пришли наши одноклассники и мы решили перед ним выпендриться немножко, перед девчонками особенно, и попросили нашего папу, чтобы он нас завел в клетку. Вот это был, наверное, один из самых первых разов наших. Ну и также я сегодня получил книгу. И мы работали над этой книгой последние, ну, два года точно. Вот и все. По-разному. Это и наговаривали текст на диктофон, и вместе встречались с братом, сидели, общались, и по одному писали. Ну, то есть это так сложный вопрос. Последнюю корректировку проводил я. Аскольб мне ее полностью доверил. Говорит, все, вот уже финальную читку контролирует ее. И вот я уже последние правки вводил. Ну, естественно, и издательство своей правки тоже самое. Ну, какие-то пожелания свои. Сколько длится тренировка тигров? Потому что это полуфабрикаты, стильный срой, и все сделали с первого раза. И нет необходимости два, три, десять раз повторять. Поэтому репетиция может идти вот полчаса, после которой мы кормим сразу животных в манеже, как правило. Порции от 6 до 12 килограмм, с учетом весовой категории животных, плюс то, что мы уже подугощали. Эдгард Запашний снялся в нескольких фильмах. В сериале «Интерны», где сыграл самого себя, и в многосерийном фильме «Папины дочки» и «Реальные пацаны». А в 2015 году он вместе с братом и тигром Мартином пришел в студию к Ивану Урганту. А затем программа «Пока все дома» посетила знаменитую семью. Когда тигр становится артистом? Все наскорблены! Это такой первый этап, на самом деле, в подготовке животных. В течение года он происходит. Полгода они еще дети, потом год-полтора уходят такие активные репетиции, или дальше, уже после двух лет, ближе к трех, они становятся уже артистами. Как создаются ваши номера? Вот видите, он уже осваивает репетиции. Теперь я сделаю с ним поворот, то, что у нас вальс называется. Делай вальс. Давай-ка, вальс, вальс, переход. Давай, переход, давай, переход. Нет? Понятно, что у него желание испортить просто, вот используя когти, испортить колесо. Но он вдруг начинает его крутить. И вот таким образом можно подловить, создать специальный реквизит и повторить это движение, то есть посоздать такую же ситуацию, он покрутит, и потом в дальнейшем будет, соответственно, крутить какой-то механизм или еще что-то. Как вы работаете над номером с горящим кольцом? Ставится кольцо, и животное просто в кольцо переходит. Потом прыгает в кольцо, а потом поджигается по чуть-чуть. Сначала чуть-чуть, животное знакомится с огнем, видит, что этот огонь просто есть. Но до него животное, в принципе, никогда не достает, потому что оно становится, как вы видели, на середине всегда между двух тун. Соответственно, животное, как и во время, я не знаю, колядки какие-нибудь, человек перепрыгнет через костер, он не успевает там жечься. И, соответственно, здесь по такому же принципу достигается вот этот трюк, и в цирке считается одним из самых простых. А вот эти легенды, то же самое, как и волк не работает в цирке, это вот страшилки, конечно, для тех людей, которые просто не имеют альтернативной и профессиональной информации об этих трюках. Расскажите о своем новом шоу. К вопросу вашему о следующем проекте, Легенда, здесь у нас два блога древнегреческих присутствуют, Аид и Зевс. Аид – это вот тот тигр, который находится сейчас за Томмами, вот это симпатяга, а Зевс – это белый лев. Премьера, естественно, шоу «Легенда» и, конечно же, фестиваль «Международный идол». Это событие у нас в связи сначала с этой пандемией, в дальнейшем в связи с проведением специальной военной операции, немножко, вот сказать, было отодвинуто на задний план. В этом году мы его решили возобновить, поэтому я думаю, что это тоже вам будет очень интересно. Это действительно один из самых лучших фестивалей в мире. Соответственно, здесь работало четыре основных манежа, как я сказал. Справа от меня – это водный манеж, слева от меня – иллюзионный манеж, на той стороне – ледовый манеж. На площадку, на которой вы сейчас находитесь, отъезжает конный манеж. Соответственно, когда платформа опускается до нулевого уровня, шаг всего лишь 0,5 мм, если больше перекос, то система автоматически блокируется в силу огромной нагрузки. Потом платформа, которая находится на крановой основе, съезжает в сторону, доезжает до специального остановочного механизма концевика, который блокирует, так сказать, саму платформу, она останавливается на ее место, просто приезжает другая. По каким причинам артиста не могут выпустить на арену? Позади вас Алексей Студенов, это наш инспектор манежа, это человек, который отвечает за безопасность. В случае, если что-то происходит, он несет ответственность. Поэтому этот человек, как, если вы знаете, охрана президента, имеет право запретить любому человеку, вне зависимости от его должности, это может быть человек со званием, народный артист, заслуженный артист, не выйти на манеж. То есть, если человек, у него повышенное давление, он чувствует слабость, он кашляет или что-то с ним, вот визуально оценивается, он должен послать человека на медицинское освидетельствование. Кроме этого, есть жанры, которые не имеют права выходить на манеж, не получив ежедневное, обязательное освидетельствование. Кто-нибудь может мне ответить вообще на вопрос, что такое естественное поведение? Что это такое? Они сами формулируют круг естественных вещей. На самом деле, животное в природе ведет себя так, как оно ведет, от безвыходности. У него, в принципе, нет выбора. Оно живет в условиях, которые существуют, выживает в этих условиях и не выбирает. Если бы у животного была возможность интеллектуально выбирать, построить цивилизацию, создать себе условия, я думаю, что оно поступило бы как и человек. Понимаете? Поэтому нам нужно их накормить, напоить, вылечить, создать им условия. И поэтому они балдеют целыми днями. Курт, который вы видите, посмотрите на его живот. Наедшийся, да? То есть, ну, вы видели их поведение, ведь это же не показуха. Это одно из двух видов животных, которые требуют особого внимания. Здесь вот, если вы обернетесь, сзади есть комната, в которой люди ночуют. За ними нужен 24-часовой уход. У Дима, например, да, у него должность слоновожатый. Это фактически личный человек нашей Николь. У нас таких двое. Два человека, работающие посменно. У обезьяны, я говорил, есть собака и свой человек, а у слоники есть два своих человека. Вот, поэтому требуется обязательно постоянно присутствие. Это скучающие животные, которые без человека, без компании, они могут даже умереть. Слоны – самые часто убивающие животные в цирке. По статистике. Ни тигры, ни львы, ни какие бы другие хищники, а именно это. Во-первых, животные делают это, потому что могут. Нельзя недооценивать животных. Животные – это все-таки ограниченный интеллект. И если им что-то не понравилось, они могут просто прижать человек, существо хрупкое, или выступить и так далее. Поэтому происходят такие несчастные случаи. Чаще всего непреднамеренно. Я узнал, что слоны – это скучающие животные. Без разговоров они могут умереть. Надеюсь, вам тоже нравится цирк, как и мне. Ну, а на этом наша передача подошла к концу. С вами был я, Оскар. До новых встреч в эфире. Всем привет! Меня зовут Арина. И эта рубрика «Хочу все знать». Из этого выпуска вы узнаете очень много интересного из мира животных. Зачем пчеле жало? Самые милые животные в мире. Кто из животных дольше всех живет? Почему им дюк сердится? Сегодня расскажем ребятам про самых милых животных. Число милых животных относится отминога-блинчика. Их образ напоминает парящее в воздухе переведение. Имеет ярко-розовый окрас с небольшими щупальцами. Упаководные существа смогли эволюционировать, что позволяет им жить в морском мире среди других его представителей. Они очаровательны сами к себе, независимо от человеческой оценки, что, несомненно, является плюсом. Также есть другой тип живности – осьминог-дамбо. В переводе с латинского на русский означает «заслуживающий любви и обожания». Как видно, название говорит само за себя. Он имеет практически одинаковые черты с блинчиком. Единственное отличие – в планиках, которые имеют более крыловидную форму. Это делает их схожими с диснеевскими героями. Ребята, а вы знаете, кто дольше всех живет? Самые большие долгожители – это морские черепахи. Продолжительность их жизни более 150 лет. Дарина, а как думаешь, почему они долгожители? Тело черепахи покрыто твердой панцирем. Когда черепахе угрожает опасность, оно убирает голову и лапу в панцирь, а щели сожимают зубами и когтями. Панцирь защищает черепаху не только от хищников, но и от шары и холода. Дарина, как ты думаешь, зачем пчеле жало? Жало служит пчеле для защиты. Оно представляет собой иглу, усеянную шипами, от которой идет трубочка к мешочку с ядом. Жало пчелы довольно опасное оружие, но пчела использует его лишь в самых крайних случаях, ведь у жалев она тут же погибает. А происходит это потому, что жало углубляется в тело человека или животного, и там застревает из-за зубринок, которыми оно усеяно. Вытащить пчела обратно не может, оно отрывается от ее тела вместе с частью внутренних органов. Пчелиный яд в небольших дозах не опасен, но может быть очень болезнен, а вот для врагов он ужасно смертелен. Как вы думаете, почему индюк сердится? Индюки свой яркий вид показывают в брачный период и тогда, когда сердится или видит перед собой опасность. Обозленный индюк надувает переливающуюся всеми цветами радуги шею, перья его становятся дыбом, он то распускает, то складывает хвост. Из-за того, что к сережкам и бороде приливают кровь, они становятся очень большими. Впечатляет, но не нужно так пугаться. Если индюк чувствует, что более сильный соперник его одолевает, то он тут же падает в брашмя и вытягивает шею, сдаваясь на милость победителя. На этом наш выпуск подошел к отцу. А с вами была я, Даша Идарьмин. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите свои вопросы в комментариях. Друзья, смотрите программу «До 17 и старше» и рубрику «У любви четыре лапы». С вами я, Настя Гбунова и крошка Мими. Я с детства мечтала о собаке, всегда хотела именно маленькую породу, потому что квартира была маленькая и доберман туда, к сожалению, не помещался. Я ездила по приютам и уже хотела взять собаку именно там, но моя мама и Евгения Осин решили купить мне шпица и подарить его на Новый год. Такой вот рождественский новогодний подарок я у себя обнаружила под елкой. Мимиша – настоящая трусиха, она не любит мыться в ванной, для нее это целый стресс и целый подвиг, но мы всегда стараемся сделать эту процедуру менее болезненной и не такой стрессовой. Подробнее о породе шпиц нам расскажет наш корреспондент. Внимание на экран! Всем привет, с вами я, Василиса, и сегодня я вам расскажу три интересных факта о породе шпиц. Итак, поехали! Из большой северной тяговой собаки шпицы превратились в маленькую декоративную и диванную собачку. Удалось изменить внешний вид, но характер никак не удалось. Шпицы правят постоять за себя, они отважны и даже не пугливы. Знаете ли вы, что в рассказах «Дама с собачкой» и легенде об Улленшпигеле питомцы были как раз породы шпиц. Померанский шпиц был у Исаака Ньютона. В наше время тоже можно встретить поклонников данной породы, как, например, Мария Шарапова, Юлия Началова, Шерон Осборн и Ева Лангория. Если вы думаете, то что шпиц это исключительно женская порода, вы ошибаетесь. Собачки такой породы проживают у Мики Рурка и Сильвестра Сталлоне. Они довольны такой компанией. Кстати, шпицов довольно оправданно называют маленькими Наполеонами за их отважный характер. Никто не встречает себя с такой любовью и радостью, как твоя собака. На самом деле, моя собака чудесная. Такой маленький-маленький пушистик, который всегда рад, когда я нахожусь дома, когда я прихожу с работы, с учебы. Она всегда чувствует смену моего настроения. Если мне грустно, она всегда пожалеет. Если мне радостно, она приносит игрушку. И мы весело играем. Друзья, подходите к выбору питомца очень осознанно. Обязательно ознакомьтесь с породой, которую вы хотите завести себе или своему ребенку. Обязательно просмотрите материалы в интернете. Спросите у друзей, посмотрите видео, как себя вести с этой породой, что она хочет, чего она просит, что ей необходимо. И, конечно же, я советую просмотру два фильма. Это «Белый дунчер на ухо» и «Хатико». Друзья, смотрите программу «До 17 и старше» и рубрику «У любви четыре лапы». С вами я, Настя Гдунова и «Крошка Мими». Увидимся! С тобой улетаю вновь в небеса моей любви. Мне все говорят, что ночь не вернет мои мечты. Может быть, не думать нам об этом, смутное мгновение в моей голове. Может быть, не думать нам об этом, это было летом. И этот день сейчас начался, забыть о проблемах помогут друзья. Но только скажи, что мы тут одни, в эту субботнюю летнюю ночь. И этот день сейчас начался, забыть о проблемах помогут друзья. Но только скажи, что мы тут одни, в эту субботнюю летнюю ночь. Вокруг нас с тобою свет, вместе мы с тобой всегда. Я не хочу вспоминать все, что было до тебя. Может быть, не думать нам об этом, смутное мгновение в моей голове. Может быть, не думать нам об этом, это было летом. И этот день сейчас начался, забыть о проблемах помогут друзья. Но только скажи, что мы тут одни, в эту субботнюю летнюю ночь. И этот день сейчас начался, забыть о проблемах помогут друзья. Но только скажи, что мы тут одни, в эту субботнюю летнюю ночь. Судьбой твоей быть Я хочу Увидимся мы снова И в моих мечтах наш новый день. И этот день сейчас начался, забыть о проблемах помогут друзья. Но только скажи, что мы тут одни, в эту субботнюю летнюю ночь. И этот день сейчас начался, забыть о проблемах помогут друзья. Но только скажи, что мы тут одни, в эту субботнюю летнюю ночь. Субботник. Субботник. Субтитры сделал DimaTorzok